Вместо обещанной спортивной арены, Киевская городская госадминистрация пошла еще дальше и предложила Центру Кион Плюс выступить с показательными выступлениями на центральной площади Украины, Майдане Нинозалежности. Разумеется, там невозможно было проводить соревнования, но это была уникальная возможность показать работу лучших служебных собак Украины, многотысячной аудитории киевлян и гостей столицы. Журнал «Собачье дело» писал. 12 сентября 1998 года в программе праздника, посвященного ознаменованию Дня физической культуры и спорта, дрессировочный центр Кион Плюс демонстрировал мастерство своих специалистов и универсальность подготовленных ими служебных собак. Внимание многотысячной аудитории в течение часа приковали завораживающие, неожиданные тактические приемы собак, защищавших своих владельцев и их имущество от происков и посягательств опытного высокопрофессионального инструктора Центра Кион Плюс Коваля Сергея, виртуозно выполнявшего роль злоумышленника. В выступлении Ротвеллера Хана Батыя его фантастические атаки преисполнили зрителей мистического ужаса. Шквал овации в свой адрес получил Ротвеллер Чак, Мастина Агриджента и Ротвеллер Диксон. Дисциплина и великолепная управляемость собак гарантировали полную безопасность зрителей плотным кольцом обступивших арену и не требовало специального ограждения. Соскучившиеся за служебным собаководством киевляне внимательно следят за лучшей работой служебных собак Украины. Да, Нью-Йорк, Париж, Лондон и Берлин такого еще не видели. Киевская городская госадминистрация высоко оценила прошедшее мероприятие и поощрила участников памятными дипломами. Ну а внимание журналистов телеканалов ТЭТАТЭТ, УТ-1, УТ-2, СТБ было сосредоточено на немецких овчарках Эйка и Рэме, доблестных служаках элитного спецподразделения СБУ. Именно их способности послужили фундаментом своеобразного телеотчета упомянутых телекомпаний о прошедшем празднике. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. Каждый свободный метр импровизированной спортивной арены.